Вести Карачаева, Черкесия Руководитель региона Рашид Тимрезов Подписал указ о создании оперативного штаба Карачаевой-Черкесии По реализации мер указа президента страны И о введении на территории республики уровня базовой готовности В Карачаевой-Черкесии будут приняты меры По усилению охраны общественного порядка И обеспечению общественной безопасности Охраны объектов жизнеобеспечения В соответствии с уровнем базовой готовности Будет введен особый режим работы объектов Обеспечивающих функционирование транспорта Коммуникации и связи, объектов энергетики А также объектов, представляющих повышенную опасность Для жизни и здоровья людей И для окружающей природной среды В Доме правительства состоялось совещание С заведующими отделений Центра социального обслуживания населения По вопросам порядка взаимодействия Социальных работников с семьями Мобилизованных граждан Участникам мероприятия даны разъяснения По решению проблемных вопросов семей Принято решение о том, что вопросы, находящиеся в компетенции Центра социального обслуживания Будут решаться незамедлительно Остальные вопросы будут переданы Для скорейшего решения в администрации Муниципальных образований И органы исполнительной власти Почти 400 человек состоит сегодня на учете В Центре занятости населения Черкеска Для них предприятия нашей республики Предлагают почти 800 вакансий По таким профессиям, как врачи, лаборанты, инженеры и учителя Центр занятости регулярно проводит ярмарки вакансий Одна из них недавно прошла в Черкесске Комментирует информацию Начальник отдела прогнозирования рынка труда Отчетности и автоматизированной информационной системы Елена Цацурина На сегодняшний день у нас в Черкесском центре занятости Состоит на учете 390 безработных Это небольшая цифра У нас сейчас уровень безработицы 0,7% Это довольно-таки низкий уровень безработицы Вакансий много Вакансий в наличии 800 сейчас у нас Разные рабочие профессии в основном У нас сейчас востребованы Но и служащие тоже нужны В компаниях республики Сады Карачаево-Черкесии А пока Апрельбрусия и Трамп Продолжается сбор урожая На площади 219 гектаров Собрано 9 тысяч тонн яблок Ожидаемый сбор в этом году Порядка 14 тысяч тонн яблок Что на 2 тысячи тонн больше Чем в прошлом году Общая площадь садовых насаждений Трех хозяйств составляет 480 гектаров Проект по развитию туристко-рекреационного кластера Дамбай, который планируется реализовать За счет инфраструктурного кредита В 900 миллионов рублей Поможет увеличить турпоток в регион На 370 тысяч человек В рамках проекта планируется Строительство скоростной канатной дороги С пропускной способностью 2400 человек в час А также объектов общепита и жилого дома Об этом рассказал Министр туризма и курортов республики Расул Тикеев Инвестиционный проект Развития Дамбая Предполагает Что за счет инвестиционных Бюджетных кредитов А также новых инвестиционных проектов Есть такая мера поддержки Федерального центра Предполагается Строительство обеспечивающей Инфраструктуры Что конечно же позволит Более качественно подходить К оказанию услуг Значит это будет Реконструкция сети Горнолыжных трасс Общая протяженность 17,4 километра Это электроснабжение Работа над газоснабжением Продолжается И она будет завершена Что касается Инвестиционной части Со стороны Вне бюджетки Так называемой То это Объекты туристской инфраструктуры Это в том числе Горнолыжная Канатка Которая позволит Разгрузить на сегодняшний день В пик сезона Мы знаем Что там создаются Очередя И вот эта Канатная дорога Она позволит разгрузить И сделать более комфортным Пребывание туристов На территории Домбая Поэтому Домбай Также развивается Ему уделяется Важное внимание В развитии отрасли В рамках Года народного искусства И нематериального Культурного наследия Народов России На базе Средней школы Ол-Эльбурга На базинского района Состоялась Научно-методическая конференция Актуальные вопросы науки И практики воспитания В мультикультурной Образовательной среде Участники мероприятия Рассказали о реализации Успешных практик Воспитания Патриотических чувств Малой и Большой Родине В картиной галереи Черкеска Открылась выставка В семье Единой На которой представлены Работы художников Карачаева Черкесии Отмечающих в этом году Юбилейные даты Со дня рождения Жители и гости Республиканской столицы Могут увидеть Произведения Таких мастеров кисти Как Борис Атаев Юрий Карасов Мухаммед Хохандуков Николай Кузнецов И Казбек Французов Отдельная экспозиция Посвящена работам Заслуженного художника России Умара Межева Которого не стало В прошлом году Представленные работы Разноплановые Выполнены в разных стилях Однако их объединяет Любовь к Малой Родине Выставка продлится До 30 октября Подробности сообщила Заведующая картиной галереи Нафисат Джандарова Мы открыли выставку Представлены работы Художников-юбиляров Которая проводится ежегодно В октябре месяце Но в этом году Получилось Вот и юбиляры Оказались Самые сильнейшие Это и Межихума Которого уже К сожалению нет Это и Микер Фомидович Чамаев И остальные художники Пожилые люди Могут получить Компенсацию взносов За капремонт До 100% Льгота предусмотрена Жилищным кодексом Но должна быть установлена На уровне субъектов Узнать о наличии Такой льгот И ее условиях Можно в органах Судзащиты Или у регионального Оператора капремонта Льгота предоставляется Одинокопроживающим Неработающим Собственникам Или проживающим В составе семьи Состоящей только Из совместно проживающих Неработающих граждан Пенсионного возраста Или же Неработающих инвалидов Первой и второй группы Достигшим возраста 70 или 80 лет Этим категориям Положены компенсации В размере 50 и 100% В 2023 году В Карачаево-Черкесии Планируется создать Три молодежных Проектных офиса Задача проектного офиса Экспертов Росмолодежи Дать возможность Сформировать навыки В сфере социального Проектирования Бизнес-планирования И публичных выступлений Об этом рассказал Советник министра По делам молодежи Росим Папшулов В данный момент Идут территориальные Рассмотрения А так мы хотим Развивать не только Город Черкесск Вот это Большая проблема Когда только в одном Городе сосредоточены Все ресурсы Мы хотим Открывать такие площадки Как и в городе Карачаевск И в муниципальных детях Много людей Выпадает Из этого процесса Человек после учебы После работы Вечером сел И для себя Такой небольшой досугу Устроил Там посидел Поработал И для жителей Города Черкеска Естественно Это удобно Там приехал в офис Посидел Поработал Добраться до дома Недалеко Но если мы там Например Рассматриваем Ребят Которые каждый день ездят Им естественно Неудобно Оставаться Задерживаться Поэтому мы хотим В долгую сыграть И открывать Такие точки И в муниципалитетах Тоже В центре выявления Поддержки И развития Способностей И талантов У детей Молодежи Республики Спутник Стартовала Первая очная Интенсивная смена Здесь собрались 15 юных биологов Которые отобрались На обучение Пройдя конкурсные отборы Набрав наибольшее Количество баллов Всего было подано Более 30 заявок После биологов В центре на две недели Заселятся Тхеквандисты А потом музыканты По направлениям Вокал И фортепиано Всего до конца года Планируется Охватить Интенсивными занятиями 300 человек А регулярными 500 учащихся До 15 ноября Текущего года Федеральной налоговой Службе России Проводится онлайн Опрос Об эффективности Деятельности Подразделений Кадровых служб По профилактике Коррупционных Или иных Правонарушений Жителям Республики Предлагается На сайте ФНС Республики Ответить на вопрос Как вы оцениваете Работу Проводимую По противодействию Коррупции Региональным управлением ФНС В этом году Респондентам Предлагается Выставить Соответствующую Оценку Участие в вопросе Анонимное Занимает Менее минуты И позволит ФНС России Получить Обратную связь О работе Налоговых органов В регионе В течение 9 месяцев Текущего года Судебными приставами Исполнителями Подразделений Управления Федеральной службы Судебных приставов По Карачаево-Черкесии Окончено Около 87 тысяч Исполнительных Производств По взысканию Штрафов ГИБДД За указанный Период Общая сумма Перечисленная В бюджет Составила 60 миллионов рублей 85 миллионов рублей Будет направлено На благоустройство Центрального Городского парка Узжигуты Наряду с этим На благоустройство И поддержку Из республиканского Бюджета Будут выделены Средства О планах По реконструкции Парка Рассказала Заместитель главы Администрации Узжигутинского района Светлана Лещенко Это другие возможности Это другие Вообще Условия Здесь как бы Парк разбит Будет на зоны Зона допустим Для отдыха Старшего поколения Для детей Для среднего поколения Здесь будут Небольшие Питьевые зоны И вообще Это уже будет Совершенно другой вид Естественно Наши проектировщики Те которые нам Разрабатывали проект Люди Они молодые Креативные У них свое видение Они попытались Осовременить Все это И соответственно Были учтены Пожелания Наши В той части Что Мемориальный комплекс Это Зона тишины Зона Покоя Здесь поблизости Находится Храм Архистратига Михаила 1885 года Постройки Соответственно Вот эти вот Моменты Тоже учтены Курорт Архыз готов К передаче Частному инвестору Генеральный директор Компании Кавказ Точка РФ Хасан Тимижев Показал Кураторам Изминэкономразвития Как идет работа На стройках Архыза Заместитель министра Сергей Назаров И делегации Осмотрели Автодорогу К поселку Лунная Поляна Парковку В Романтике Гараж Ратраков А также Автономную Газораспределительную Станцию И оценили Ход работ По оборудованию Магистральных сетей Приоритеты В развитии Курорта Сейчас Это коммуникации Увеличение Номерного фонда И решение Вопроса С парковкой Автомобилей Большая часть Из этих работ Уже выполнена По итогам Насыщенной поездки По горам Сергей Назаров Отметил Что Архыз Готов К приходу Частного инвестора В Карачаевске Продолжаются работы По строительству Ледового дворца В настоящее время Устанавливается Каркас Здания Объект Площадью свыше 4000 квадратных метров Будет состоять Из двух блоков В одноэтажном блоке Разместятся Сам каток С трибунами Для зрителей Залы для хореографии Силовых тренировок И кабинеты администрации А в двухэтажном блоке Оборудуют Вспомогательные И технические помещения В Москве Прошел Чемпионат России По джиу-джитсу По итогам которого Сборная Карачаева-Черкесии Выступила Довольно результативно Золотыми призерами Стали Умар Анчоков Исмейл Мамедов Эльдар Байчоров И Амир Хабичев Спортсменов тренирует Александр Пападопулос Кроме того Среди взрослых Серебряным призером Стал спортсмен Из Карачаева-Черкесии Амир Шевхужев Который тренируется У Рустама Кемрюгова Радио России Карачаева-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра Завтра по Карачаево-Черкесии Ожидается переменная облачность Преимущественно без осадков Утром местами туман Ветер западный 5-10 метров в секунду Температура воздуха Плюс 8-13 В горах местами До плюс 8 В Черкесии Без осадков Ветер западный 5-10 метров в секунду А столбик термометра Поднимется до 12 градусов Это все новости к этому часу С ними вас знакомил Марти Киев Берегите себя и своих близких Всего доброго Реклама Чавыча, семга, красная икра На рыбной ярмарке Дары Камчатки С 20 по 23 октября В доме предпринимателя Черкесск Улица Горького 8 Палундра Пираты захватили Кисловодск Захватывающее цирковое шоу С 29 октября В Кисловодском цирке 2-96-58 Спешите узнать тайну пирата Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин